Доброе утро, Бокер Туов! Сегодня 12 января 2024 года. Вы послушаете выпуск новостей на очень легком иврите. Это будет язык четвертого уровня сложности по стандартам нашего канала из 10 возможных уровней сложности. И пользуясь случаем, я хочу напомнить, что для нахождения материалов на нашем канале вы можете воспользоваться каталогом. Ссылки на каталог в описании под каждым видео. Я сначала прочитаю текст новостей, а потом его переведу. И теперь переведем. Шалом Атамшумим Хадашот, Барадио Коля Изим. Здравствуйте, вы слушаете новости по радио Голос Кос. Цана. Это Цана, столица Йемена, город, который контролируется сейчас террористической организацией Ансар-Улла. Их также называют хуситами. Соединенные Штаты и Британия атаковали базы террористов в Йемене. Обратим внимание, Йемен, Тейман с буквой ТАВ пишется. Русский Йемен на иврите Тейман. И я напомню вам, что террористы, которые контролируют сейчас территорию Йемена, они периодически атакуют корабли в Красном море и наносят тем самым громадный экономический ущерб разным странам. И коалиция, в которую входят в том числе Соединенные Штаты и Британия, провели атаку баз террористов. Аза. Это и название города, и название сектора. Хаяль-Мелюим и циль Оах-Пацуа. Резервист спас раненого филина. Слово Оах это филин. И у меня есть такое предположение, что можно запомнить похожие на звуки, которые издает эта птица. Оах. Оах. Примерно. Может быть я не прав, но возможно с этим связано название. Хаяль-Мелюим. Хаяль это солдат. Мелюим это служба в резерве. И Хаяль-Мелюим получается как резервист. Связка с Мехут здесь у нас. Кфар-Аза. Это название населенного пункта, который недалеко от сектора газа расположен. Мелюимник Маца-Бе-Аза-Туки. Резервист нашел в газе попугая. И мы обратим внимание. Мелюимник это более разговорный такой вариант, как сказать резервист. К слову Мелюим прибавлен суффикс ник, влияние русского языка. Не ко всем словам мы можем прибавлять вот этот суффикс ник, только к определенным. То, что на слуху. В частности, кибуцник, например. Это нам понятно. Кибуц, кибуцник, например. И Мелюимник. Резервист. В предыдущем предложении у нас было Хаяль-Мелюим. То же самое, только в более официальной форме. Итак, Мелюимник нашел в газе попугая. Шебарах мя-Мехаблим бешива бе-Октобер в их зир уто ле-Бе-Алим. Ле-Бе-Алим. Который убежал от террористов 7 октября и вернул его хозяевам, владельцам. Я отмечу, что слово Бе-Алим во множественном числе. Но мы можем переводить его и в единственном числе. Как хозяин или хозяйка по контексту мы можем перевести. Отмечу, что в официальном языке 7 октября это Шива бе-Октобер. То есть название, даты, число мы произносим с числительным в форме мужского рода. Бе-Шива бе-Октобер. При этом в современном языке нормы не всегда соблюдаются. И мы можем услышать Бе-Шиви бе-Октобер. Как бы 7 октября. Это неправильно, но так многие говорят. Поэтому имеем в виду. И я покажу на фотографиях. Мы видим, это милуимник, который нашел попугая. Есть попугаи, которые они как бы в категории прилипалы. То есть они постоянно находятся с человеком, которого они выбирают как своего хозяина. И этот попугай, он может находиться не в клетке. Так и было. Он находился 7 октября вместе с хозяйкой. В дом проникли террористы. И они какое-то время находились в доме. Попугай испугался. Убежал. А хозяйка была освобождена израильским спецназом. И человек, милуимник, в Газе вдруг к нему как бы прилип попугай. И он нашел, обратился в социальных сетях с вопросом. Может быть кто-то знает, чей это попугай. И нашлась хозяйка. И таким образом попугай вернулся к своей хозяйке. И также я покажу. Это военнослужащий, который нашел раненого филина в Газе. И передал его в соответствующие службы в Израиле, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Спасибо военнослужащим. Я надеюсь, что это было интересно, опознавательно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литроуд. До свидания. Продолжение следует.